Ваше Святейшество, я хотел бы вас сейчас спросить, какая встреча, а вы очень много встречаетесь с людьми, вам запомнилось, быть может, больше других? Ну вот если, как бы, все так вот посчитать и сделать какой-то такой вывод среднеарифметический, то я, может быть, вот сказал бы о том, что у меня очень живо в памяти, и что меня до глубины души тронуло. И что по коэффициенту полезного действия, по отношению к самому себе, было, может быть, не сопоставимо с другими встречами и с другими какими-то моими официальными и неофициальными действиями. 20 ноября я отслужил первую архиерейскую литургию в Кронштадтском соборе. Это была замечательная служба, которая прошла с большим подъемом. А после этого я поехал в хоспис в Петербурге и встретился с детьми, у которых с человеческой точки зрения нет никакой перспективы, и с их родителями. Это было как раз ваш день рождения? Да, это было день рождения. И я испытал такое состояние душевное, которое испытываешь, когда приближаешься к святыне. Мне приходило в жизни встречаться со святыми людьми, когда точно знаешь, что перед тобой святой человек. Вот ты мог с ним говорить, не говорить, но ты уходишь с совершенно особым душевным состоянием. Ты прикоснулся как бы к какому-то вот такому лучику, исходящему из Божьего Царства. Ты прикоснулся к этой иной реальности. Вот нечто подобное я испытал, соприкасаясь с этими детьми. Это святые люди. Они уже одной ногой в Царстве Небесном. А может быть уже двумя. Они уже видят Бога. И от них какая-то совершенно особая духовная энергетика. Которая здоровому взрослому человеку вдруг помогает понимать, а что есть человеческая жизнь. А чем ты отличаешься от этого младенца. А почему ты стоишь на своих здоровых ногах, а он вот перед тобой лежит. И с точки зрения внешнего восприятия, ты счастливый, он несчастный. А с точки зрения Бога? Если этот младенец уже святой, если он уже в Царстве Божием. А ты еще неизвестно, доберешься туда или нет. Вот это соприкосновение с Царством Божиим, с Царством Небесным в лице этих детей. Вы знаете, это самое сильное переживание, которое у меня было в этом году. И я радуюсь этому очень. И советовал бы очень многим посещать такие учреждения. Оказывать помощь детям. Еще знаете, что меня поразило? Родители. Очень многие из них, главокуя, религиозные люди. И как вера помогает им преодолевать вот эту тяжесть, конечно, эту скорбь. Лица светлые у этих женщин. Мужественные, спокойные, уравновешенные. Думаешь, Господи Боже мой, а что означает на фоне вот этой мужественности, целостности? Что означает все эти истерические крики, скандалы, семейные драмы по пустякам? Мелочевка гадкая, которая разъедает человеческую жизнь. Священникам особенно нужно посещать такие места. Но не только священникам, а любому человеку, который серьезно относится к своей жизни.